так уважаемые коллеги я приветствую всех тех кто несмотря на летний зной до сегодня все-таки с нами я приветствую тех кто это будет потом смотреть на нашем телеканале кто будет смотреть это в процессе образовательном уже и использовать для своих новых знаний человека которого сейчас представлю я вот знаю как бы регалии да но если я начну пересечь и зачем потому что есть имя имя в журналистике есть мастер который сегодня у нас гостях жанна галакова и под ваши аплодисменты и торжественно приглашаю нашу здравствуйте я очень польщена и растрогана видеть вас сегодня несмотря на прямо самую средину лета я догадываюсь что у большинства каникулы у остальных отпуск и тем не менее спасибо что вы здесь меня зовут жанна галакова я наверное скажу несколько слов про себя в девяносто первом году я перестала быть студенткой факультет журналистики мгу это была хорошей школой факультет журналистики мгу пять лет сейчас ведь тоже мне кажется пять лет до в университете четыре года о вы наверное не проходили какой-нибудь древнерусскую литературу или окей а в те времена существовало распределение это когда нужно было непременно найти себе место работы и зафиксировать его в деканате я распределилась в телестудии мвдсср совсем не хотела быть милиционером не хотела надевать погоны была единственной гражданской в этой телестудии проработала там год затем проработала еще год в международной ассоциации по борьбе с наркоманией наркобизнесом в те времена все знала про наркотики сейчас уже почти забыла да и к сожалению это развивается все дальше и дальше информацию теряешь всегда хотела работать на телевидении мне даже снились сны что я монтирую мне ужасно это хотелось делать но не хватало смелости поэтому я даже закончила газетное отделение мне не хватило смелости заявить при поступлении что я хотела бы учиться на телеотделение представляете хотя мечтала об этом поэтому если у вас есть мечта не держите ее в кармане не 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 хранить ее за пазухой пытаетесь ее осуществить честно говоря я вообще даже не думала быть журналистом никогда как-то так немного что получалось в жизни я хотел заниматься музыкой мне нравилась архитектура мой отец инженер мама учительница мне хотелось заниматься и инженерными науками я была готова пойти и по педагогической стезе скорее даже больше наверное по лингвистической филологии мне интересовали языки и когда сразу после школы завалила экзамены в питерский университет на факультет на филологический факультет отделение болгарского языка почему-то мне казалось что болгарский язык это очень актуально у меня была и личная история за эти с этим связаны нужно было где-то работать и был выбор либо пойти в паспортный стол значит милицию где были знакомые моих родителей либо пойти секретаршей в редакцию газеты где тоже были друзья моих родителей и там значит стучать на пишущей машинке компьютера в те времена не было я конечно выбрала редакцию газеты мне казалось что там живут только небожители и все три года что я там проработала мне все время казалось что это небожители журналисты потому что они все знают все умеют они такие свободные они так они так красиво курят сигареты в этих тяжелых свитрах и мне хотелось быть на них похожими но мне даже не приходило в голову что я тоже могу что-то сесть и писать пока наконец мне не предложили это сделать мы увидим что все-таки девочка разумная и наверное владеет и и в общем словом и в общем дали мне этот шанс и я с удовольствием им воспользовалась это была заметка от меня ждали заметку о концерте вот все связаны с милицией почему-то в начале жизненного пути с милицейских самодеятельных коллективов и заголовком этой заметки заголовок был такой и соло на косе потому что один из коллективов у них там был солист который выходил с настоящей косой который косят траву и значит его дело вжик-вжик и это было очень здорово была фотография мою заметку напечатали на последней странице молодежной газеты в которой я тогда работала она называлась комсомольское племя и в момент когда я увидела мою фамилию это было в подвале совсем вот такая кархатулечка заметулечки описал ее всю ночь я не спала я пришла на работу с красными глазами и я увидела мою фамилию я просто сошлась мне так это понравилось мне так понравилась моя фамилия под этой заметкой я что-то думала я страдала я переживала я искала слова я их нашла как мне показалось их опубликовали и это здорово и в день когда вышла газета она выходила всего три раза по моему в неделю в обеденный перерыв я пошла прогуляться был хороший осенний день солнечный я увидела небольшую очередь за грушами так это был еще советский союз и небольшая очередь это означало почти отсутствие очереди практически передо мной стояла женщина с моей газеты она читала ее первую страницу вторую страницу третью страницу я просто умирала за ней думал лучше открывать рассказать четвертую страницу вашу главный материал там на последней странице там же написано же . агалакова и соло на косе какой заголовок но она не дошла до четвертой страницы она свернула из этой газеты кулек положила в него груши они были мокрые желтые сочные спелые думаю что на венгерские груши и и и прямо на моей статье распылось мокрое пятно это было очень вовремя потому что это был такой замечательный щелчок по носу в этот момент я поняла что газеты читаю только один день сегодня вчерашние газеты никто не читает и мы такие герои на один день и и не нужно думать что мы делаем искусство это ремесло которому можно научиться которому нужно научиться если вы это хотите и вот так к счастью я получила в самом начале прививку от звездной болезни мне так кажется по крайней мере чем очень рада и буду рада ответить на ваши вопросы а я да простите я же не сказала чем собственно я сейчас занимаюсь я все-таки попала на телевидение благодаря моему мужу который сидит вот самом последнем ряду и держит камеру который сказал ну давай уже перестань ты же хочешь но давай попробуй вот тут как раз я слышал твои друзья говорят новая телестудия на базе бывшего агентства печати и новости а там всегда все самое прогрессивное и новое обрабатывалась создавалась попробуй туда я туда пришла и там сильно была новая программа которая выходила на в эфире второго телеканала программа называлась деловая россия для тех кто думал что россия деловая и я попала туда в рубрику которая называлась мировой рынок я ничего не знала про экономику абсолютно мне сказали нам нужен материал минут на пять про ядерное топливо ты знаешь я буду и я сидел в несколько дней библиотеке все времена не было интернета и компьютеров общем приходилось сидеть в библиотеке и читать что такое ядерное топливо слава богу муж у меня физики он мог объяснить мне цепочку расщепления ядра урана надо было начинать просто с основного с базы и в итоге я сделала две десятиминутных программы не пятиминутку а две десятиминутных мне так понравилась эта тема и вообще это было ужасно интересно и обязательно в этом материале в этой рубрике подразумевался стендап когда корреспондент о чем-то говорит в кадре и этот сын да по счастью видел игорь леонич кириллов который был консультантом в нашей программе он нашел нашу маленькую рубрику мы сидели в огромном ньюсруме где находились все коллеги человек 100 наверное мы занимали пару столов и как-то вечером когда вся рубрика нас работала там человек пять он подошел и сказал кто делал сюжет про ядерное топливо он сказал это очень строгим голосом он все-таки у него актерское образование то делал сюжет про ядерное топливо и все просто все вот так повернуть она ну чтобы отвести по перевести стрелки я не могла вымыть ни слова от ужаса потому что я думала это мой конец вот сейчас все закончится я еще не успела ничего начать уже все закончится и игорь леонидович сменил гнев на мило сказал хорошо и сам потащил меня пробоваться в ведущие он сам стоял за камерой сам настоял на этом я безумно благодарна за это потому что это очень интересная работа быть ведущим не надо рассматривать это как возможность покрасоваться возможность там красоту себе навести и быть узнаваемым на улице это очень хороший челлендж и такой вызов когда прямом эфире только здесь и сейчас когда твоя мысль бежит быстрее чем то что ты произносишь сейчас то есть ты думаешь не в процессе говорения думаешь до того и только потом это выдаешь это навык который к сожалению уходит без тренировки но быстро вспоминается если все-таки тренировка присутствует так я стала ведущей потом меня пригласили на нтв я работала там в утренних новостях когда они только-только открылись девяносто шестом году через три года я получила предложение от первого канала с удовольствием согласилась и у меня были уже вечерние новости потом я работала в программе время 2005 году мне захотелось пойти в поле что называется мне захотелось попробовать себя как журналисты я попросилась отправить меня в париж на на кур пункт начальство было удивлено потому что в принципе с позиции ведущего никто не уходит в корреспонденты но мне показалось что это было правильным решением потому что в студии мне было уже очень скучно были почти одинаковые новости то что вы знаете все сейчас мы сейчас коллеги все поэтому думаю вы понимаете о чем я говорю и это даже можно было следить по реакции операторов они читали газеты во время эфира говоришь о чем-то важном весь на нерве а все человек за за камерой который читает московский комсомолец последние сплетни переводит иногда планчики опять возвращается к своей газете такой степени интересные были новости гораздо интереснее была жизнь конечно на кур пункте и частью я уехала в париж проработала там семь лет потом начальство сделал мне предложение от которого я сочла глупым отказываться и теперь работаю в нью-йорке возглавляю кур пункт там уже пять лет скоро 2013 года до четыре года вот четыре с половиной года вот вкратце обо мне буду готова ответить на ваш вопрос продолжая рассказ о том как это было да если такого вообще языки все таки да вот откуда ведь чтобы работать в париже чтобы работать в нью-йорке да надо знать в совершенстве я так понимаю давить откуда каким образом что помогало что стимулировало или есть какие-то до сих пор трудности сложности вот эту языковую тему если может чуть-чуть обозначить и я думаю что конечно для любого журналиста неважно где он работает в региональной небольшой газете или федеральном органе языки это фундаментально потому что это дополнительный источник информации даже если люди с которыми вы общаетесь и которых вы получаете информацию говорят на вашем родном языке то английский французский немецкий татарский любой другой любой другой источник всегда большой плюс у меня с языками всегда была проблема потому что не было общения я даже помню ужасный случай в санкт-петербурге когда была еще студент нет школьницы я была школьницей и ко мне подошла какая-то группа иностранцев это был невский было галерея портретов перед веков производства наших героев труда и ко мне подошли иностранцы мне кажется это были итальянцы но спрашивали меня по-английски кто эти люди спросили они меня и я не могла ответить мне было ужасно стыдно что я не могла ответить но я эта тенденция изменилась ровно в тот момент когда язык мне потребовался когда мне нужно было говорить по-английски он вдруг раз и открылся но это когда я встретила моего супруга потому что для вас английский язык был единственным итальянский я тогда не знала в университете вторым языком я был испанский и это уже было очень интересно потому что на курсе было очень много латиноамериканцев и было с кем этот язык практиковать я думаю что у всех по-разному но вот в моем случае если нет применения языка то он лежит мертвым грузом не развивается он знаешь подлежащие сказуемые здесь дифтонг здесь герунди и так далее но все это мертвая масса а вот когда есть люди и ты понимаешь что язык даже от порядка слов как в общем в русском языке ты можешь менять смысл ты можешь дать интонацию ты можешь дать оттенок вот тогда для меня этот язык особенно был интересен но повторюсь думаю что у каждого по-разному и того получилось английский школьный ну то есть как все учила в школе английский язык и потом уже развивала уже позже в жизни был случай испанский я учила в университете и он очень хорошо лег хотя по опыту я понимаю что второй иностранный язык это самый трудный потому что первый оставляет огромный отпечаток и второй иностранный пытается делать вид что он первый но когда это там романа германская германская группа английский язык это одна логика германский романский язык романский простите это другая логика так что 2 был очень большим скрипом шел но я учил его с удовольствием третьими языком стал итальянский потому что мой тогда будущий муж повез меня на сицилию где были его бабушка и дедушка которые не говорили на иностранных языках и у меня не было выхода как заговорить на итальянском теперь для меня пожалуй итальянский самый легкий самый простой язык французский образовался когда я попросилась во францию конечно руководство меня спросила ты хочешь ехать по францию но ты говоришь по-французски но я вспомнив как я ответила про ядерное топливо сказала да взяла 4 урока и поняла что во французском языке очень много английских слов очень много итальянских слов потому что все таки это одна большая языковая семья и к тому же с итальянским это одна языковая группа и остальное уже нарастала на практике мой совет если вы занимаетесь языком читайте каждый день читайте газеты читайте литературы но чтобы это было в ежедневном режиме так делала я я читала порой без словаря чаще всего без словаря не понимая сначала 80 процентов слов потом 75 потом 70 какой-то совет однажды такой совет мне дал один итальянец который приехал делать бизнес в россии два года он ходил немой рыбы ничего не понимал это так он рассказывал а потом одно прекрасное утро он проснулся и вдруг осознал что он все понимает просто язык он накапливается иностранный и вы сами того не осознаете но мозг делает свою работу и он раскладывает по ячейкам смысла значения и в какой-то момент это все раскрывается выдается как ребенок ведь ребенок рождается не зная никакого языка у него есть интуиция он понимает если много раз говорить мама папа идем кушать и начинает понимать что означает мама папа идем кушать варьировать эти слова применять в разных вариациях так и взрослый человек просто наши способности которые в детском возрасте максимальная в уже более зрелом возрасте они минимизируются сходят на нет но это не значит что они исчезают совсем для меня поэтому чтение было вот тем самым моментом когда даже не имея носителя языка вот поблизости но газеты книги каждый день и в какой-то момент я действительно начала понимать французский язык крайне сложный язык они пишут пять букв произносят и и это и может означать что угодно зависит от контекста у меня хороший уровень всех сколько их четыре языка всех всех четырех языков которые я владею я могу на них общаться работать я не могу быть переводчиком тем более синхронистом потому что другая работа более сложная и потом существует специализированная лексика которая требует все-таки специализированных знаний журналист слава богу позволяет не проникать глубоко внутрь а ходить по поверхностям вот на уровне поверхности все замечательно но если вы спросите как варить металл например по-французски ну извините тут я уже полезу в словарь но если потребуется я это сделаю конечно я думаю вот здесь можно вообще поаплодировать человек который начал отвечать на вопрос фразой что языка с языками у меня всегда было туго да и вдруг оказывается свободное владение и мы сзади сбились со счета да каким количеством языков пожалуйста вопрос только представляете если можно отношения и ситуации в америке сказывается ли это как-то на вас на вашей работе да конечно сказывается я приехала на кур пункт в нью-йорк это был декабрь 2012 года с 13 самого начала я заступила на работу четырнадцатом году произошли всем известные события на нас были наложены санкции и почти сразу это стало ощутимо четырнадцатом году где-то среди не помыли ближе к осени я делала сюжет о долгожителях программа воскресное время попросила сделать такой более глубокий сюжет более большой сюжет на на 7 8 9 минут рассказывая об этом феномене и и я очень за мне очень хотелось чтобы там был пример нью-йоркский потому что я знала что в нью-йоркской мэрии есть отдел по работе с пожилыми людьми есть специально службы которые работают как раз людьми вот такого третьего и даже четвертого возраста как они говорят я списалась получил очень положительный ответ только мне было сказано мы поскольку у нас есть некий протокол мы должны поставить в известность нашу службу связи с общественностью мы с ними свяжемся и вернемся к этому разговору конечно мы с удовольствием дадим вам комментарий такой был ответ после этого все исчезли я думаю что после того как связались с пресс-службой поменялось настроение поменялось мнение и на мои последующие вопросы мне уже никто не отвечал это был пустяк это была мелочь это была общечеловеческая вещь который не затрагивала не политику не не какие-то деликатные моменты в отношении двух страхов двух стран или в отношении россии и на ее мировом номинами на на мировой арене это был общечеловеческий вопрос что вы делаете с пожилыми людьми как вы с ними работаете что хорошего вы делаете для них как сделать эту среду для людей пожилых более удобной они не нашли возможности ответить ну вот что говорить о других темах когда речь идет о политике когда нужно прокомментировать решения американских властей и так далее да очень сложно стало работать гораздо гораздо сложнее но на частном уровне это не отразилось никак я иногда дерзю американцам когда они слышим акцент а они все равно слышат акцент он всегда не уловим уловим или не уловим они сейчас прошли вы откуда я говорю я из россии вам страшно а из киев никто никогда не ответил да сигарет то что вы у вас любим и я заметила еще что чернокожие особенно афроамериканцы говоря так путин они его очень любят спасибо пожалуйста добрый день родина камила деловое интернет здание бизнес онлайн хотелось бы спросить про агрессивную пропаганду на телевидении чувствуете ли вы присутствие языка вражды в теле эфире язык вражды в теле эфире а поскольку я большую часть времени нахожусь в соединенных штатах в америке то не все телеканалы мне доступны я смотрю только первый канал и когда есть какие-то очень важные события которые происходят в америке имеют отношение к которыми я занимаюсь занимаюсь непосредственно то я конечно смотрю что делают коллеги на других каналах надо всегда отслеживать конкурентов поэтому я не могу вам сказать обо всех кое-что иногда вижу и конечно язык вражды да он присутствует на мой взгляд очень сильно вообще лексика поменялась к сожалению и часто лексика замещает факты когда не хватает фактов то корреспонденты ведущие но в общем люди в телевизоре окрашивают это эмоционально что на мой взгляд журналистике недопустимо максим зарецкий dragon news у меня такой вопрос смотрите вот в принципе сейчас у меня он вообще два вопроса он такой один лингвистический а второе в журналистки первый вопрос журналистки вот мы сейчас наблюдаем я сам очень много в твиттере читаю в интернете западных сми у меня собственную работу мониторить их отчасти и знаете я россии больше узнаю чем из российских сми от этих сми то есть от cnn я россии даже больше новостей читаю в последнее время и вот первый мой вопрос вот на уровне отношений между журналистами вот чисто в цеху вы чувствуете это вот вот эту риторику которую дают каналы или у вас нормально здорово и абсолютно общение вот на человеческом уровне и второй лингвистический вопрос вот вы говорили сами что вот вы по верхам знаете языки и им надо много читать все такое вот у вас никогда не складывалось такого ощущения что американская лексика в сравнении ну вот пресс лексика в сравнении с британской на как это более скандальная среди всех возможных синонимов например слова пожара не выберут самое страшное но от или среди всех возможных синонимов слова убийства они выберут не там абсолютно безобидны в духе kill door disease а что-нибудь в духе vicious murder и все такое в этом духе вот такие вопросы спасибо по порядку если забуду ваш второй вопрос вы напомните по поводу общения с коллегами нет конечно нет на человеческом уровне повторюсь нет никаких проблем у меня много друзей американцев не до не после я не испытывала сложности в общении с ними коллеги случае если наши отношения в их уже с выходят на какой-то профессиональный уровень то есть мне нужно взять у них комментарий туда становится каменное лицо но я вам скажу что это обратные совершенно история то есть если какой-то американец пытается взять интервью например у меня то я тоже думаю о чем я говорю конечно я думаю о чем я говорю второй вопрос по поводу лингвистические почему они выбирают но я повторюсь журналистика это ремесло да и как у всякого ремесла у него есть цена цена вопроса ваш продукт должен продаваться продаваться ну тут тоже есть поскольку журналисты есть свои критерии этой самой продажности да я имею ввиду в хорошем смысле продажности должно быть объективно оперативно и отвечать на все основные вопросы то есть максимально полно а если вы используете в какой-то истории утрированную лексику я думаю что это сделано за тем чтобы продать этот продукт лучше всего продается страх всегда на телевидении в газете поэтому все ужасные истории там он расстрелял 18 человек или может быть у этого маньяка не одна жертва гораздо больше вам продает страх этот человек может быть и не убивал никого оставим за скобками это но вам продают страх он продается очень хорошо поэтому использование лексики и снова возвращаясь к вопросу о языке пропаганды я хотел еще один момент уточнить не только язык на интонация мне кажется тоже очень поменялось я вот например когда включаю канал россия потому что я там не работаю они наши конкуренты но некоторых персон оттуда некоторых коллег оттуда я просто не могу слышать потому что мне кажется так нельзя разговаривать со зрителем так нельзя вот я ответила на ваш вопрос добрый день университета хотелось бы уже если может быть продолжить или закрыть уже американскую тему вот когда вы делаете сюжет и репортажа часто приходится ну то есть всегда ли приходится оглядываться на официальную позицию россии по этому поводу или вы как-то можете варьировать вот в этом плане это первый вопрос и второй по поводу нынешней молодежи то есть часто люди я не то что про возраст говорю ну вот такого более взрослого поколения говорят что молодежь уже не та у вас вот подрастает дочь и я насколько знаю вы вчера на форуме салет да были вот как какое ощущение у вас а нынешней молодежи в том числе татарстанской и я насколько понимаю вы уже несколько лет путешествуете по россии в то есть в этот раз вы решили татарстан тоже почтить своим присутствием в плане вот путешествия что успели может три вопроса прозвучало или 4 я лично сбилась давайте тогда вот действительно по поводу молодых да мы действительно были вчера в лагере салет и мы были просто в абсолютном восторге нам там понравилось все и и то что ребята изучают родной язык и то что они на этом языке изучают мир это насколько они активны это насколько они все позитивны и то насколько им все интересно даже моя дочь она сидит в первом ряду я очень захотелось там побывать я надеюсь это желание не пройдет до следующего года и может быть даже так случится что и если получится то в следующем году она тоже поедет лет я бы этого очень хотела буквально буквально час назад мы простились с одним очень хорошим человеком который занимается здесь общественной работой ему всего 30 лет для меня это поколение все еще молодое я думаю что и можно причислить я была тоже удивлена как масштабно он мыслит и как и и как с заботой о том городе в котором он живет в той республике в которой он живет он строит свою жизнь для меня вообще и казань и и татарстан были приятным удивлением да мы путешествуем просто хотели бы чтобы наша дочь видела россию поскольку у нее не было такой возможности на протяжении вот ее 14 с половиной почти 15 лет только первые три года она была в россии жила а потом париж потом нью-йорк но она русская между тем по паспорту и по маме как мин как минимум вот но у нее не было возможности видеть и чувствовать что такое россия и мы вот восполняем таким образом уже третий год мы едем с востока на запад каждый раз выбирая произвольно места что-то я смотрю что я хотела бы еще в детстве хотела посмотреть очень но в последнее время казань у многих на слуху я очень много слышала хорошего об этом городе что он расцветает что он прекрасен что это новая туристическая мека и вот мы приехали и увидели своими глазами мы прилетели ночью в три часа мы ехали на такси и несмотря на то что вот один глаз закрывался а второй был открытым а а а это все было очень красиво и и и а днем еще прекрасней в общем у вас я забыла как еще один вопрос в общем и восторге от казани и от ваших молодых людей по поводу оглядки на официальную позицию конечно существует я работаю на федеральном канале первый канал все таки это государственный рупор и это не мой орган печати и я конечно согласовываю нет не согласовываю я мою позицию то есть я выражаю не свою позицию а в моих материалах это выражается позиция конечно же первого канала который в свою очередь является федеральной позицией но я не до до случается что я не согласна с тем как я должна освещать эти события но тогда тогда я прибегаю к богатству русского языка мой вопрос здравствуйте меня зовут юля я из журнала в уме здесь журнал антенна телесеме просто поэтому женский скажите пожалуйста первый вопрос такой скажите пожалуйста как на ваш взгляд пришлось ли вам лично что-то менять в своем стиле в момент переезда из париже в нью-йорк поскольку в париже вы пробыли довольно долго все-таки нью-йорк отличается ли девушки женщины там и что вам пришлось поменять в себе и второй вопрос мы знаем что у вас есть книга о париже и если у вас в планах написать аналогичную книгу про америку или нью-йорк в частности спасибо мне кажется человек куда бы он ни приезжал он все равно остается немножко собой он чуть-чуть корректируется пытается мимикрировать очень сложно не хотеть не хотеть подражать парижанкам это все-таки разница с француженками есть вот француженки а есть парижанки парижанки это особая порода и конечно всегда очень хочется быть на них похожими конечно я старалась это делать но когда переехала в нью-йорк город космополитичный и он допускает все он допускает и присутствие стиля и отсутствие стиля что заметно больше всего на улицах хочу ли я быть похожей на американку но может быть только вы их оптимизме если говорить мысли мы говорим чисто про женские штучки да про прости пожалуй их оптимизм да вот это how are you today как-то сегодня все хорошо и когда ты повторяешь что 50 раз на день это как мантра работает спустя какое-то время ты начинаешь чувствовать у меня все хорошо у меня все хорошо потому что я говорю у меня все хорошо у меня все хорошо а вы и у вас тоже классно и это работает вот честное слово это работает хотя поначалу это вызывало страшное раздражение потому что когда в магазине вас спрашивают как вы сегодня мне хотелось ответить ну что вчера виделись я вас вижу в первый раз почему сегодня но ничего спустя какое-то время ты принимаешь эти правила игры даже извлекаешь из этого большие плюсы конечно американки или там жительницы нью-йорка это все-таки разница как москва это не вся россия так и нью-йорк это не есть вся америка так что жительницы нью-йорка это разница большая разница со всеми остальными американками ну не знаю мне бы не хотелось быть на них похожим вот как-то мой муж однажды сказал я бы законодательно запретил ношение леггинсов в америке я с ним согласна я согласна но если можешь то можно там основа оставаться чуть-чуть парижанка если умеешь ну и про книгу да книга про париж было немножко скороспелая честно говоря я как как журналист телевизионщик у меня есть рефлексы которые уже по наверно вошли в мое днк нужно сдать материал к такому-то часу иначе бессмысленно все иначе новости выйдут в эфир без твоего сюжета вчерашние новости никто не смотрит и будет слишком поздно у меня был определенный срок по написанию этой книги и я в него должна была вложиться и несмотря на то что я осознавала у меня много еще чего было не написано что надо было бы написать например нет главы про елисейские поля я ничего не сказала про версаль про пантеон в этой книжке а это важные места в париже но у меня поджимали сроки и я сдала вот как есть сейчас жалею переписывать не буду потому что не живу в париже и уже нет такого нет еще не держишь руку на пульсе и многое что-то изменилось и я думаю что рестораны которые и места которые я советовала там нет никакой рекламы все проверено самой изменились и мне уже говорили о том что некоторые изменились к сожалению буду ли писать такой про нью-йорк надо его полюбить чтобы писать надо полюбить такого чувства у меня нет я очень с большим любопытством отношусь по-прежнему к этому городу несмотря на четыре с половиной почти пять лет жить я там мне во-прежнему все там очень интересно но писать я могу вам посоветовать одного хорошего блогера если вы подписчики фейсбука наберите денис и дальше в одно слово сам себе сказал это русский парень который живет там уже довольно давно каждый день что-то публикует он замечательный фотограф у него блестящий язык очень наблюдательный глаз бывает в таких местах в которые я с завистью просто смотрю потому что меня наверное пока туда доступ закрыт или мне не удавалось там бывать но это очень интересно может быть это заменит вам гид путеводитель если позвольте прямо продолжение а вот по результатам путешествия по россии нет желания превратить в картинку или в текст но мы снимаем конечно но пока говорит не буду спасибо пожалуйста датьяна анатолина доцент кафедры теории практики электронных сми уже семь лет наша кафедра готовит журналистов международников и у меня вопрос связанный с предметом который я веду с имиджем у меня такой вопрос вы на телевидении и вы в жизни это одно и то же лицо нет конечно нет конечно нет мне даже вот здесь многие говорили о том а мы не знали что вы говорите таким мягким голосом потому что в репортажах но нужно давать энергию конечно это два разных человека как я сказала я работаю на федеральном канале и должна выражать федеральную позицию и некоторые события меня как человека не очень интересует например признаюсь все эти автосалоны автовыставки я считаю такая мальчиковая тема я совсем не авточеловек мне моя таранта и колу лишь бы ехала а как она называется абсолютно все равно поэтому для меня это большое наказание туда каждый раз идти и но я знаю что я должна это сделать есть люди которые специально смотрят новости чтобы увидеть а что там на нью-йоркском автосалоне происходит нельзя мне кажется отождествлять публичный образ и и и самого человека это как приписывать характеристики всех персонажей которых играет актер чудак и алкоголик витсен на экране в жизни был спортсменом и интеллигентом мы почти не знаем этого так и наверное журналистами хотя хотя вопрос каже закономерен потому что журналист конечно должен иметь позицию в нынешних условиях это очень сложно нет площадки для ее выражение почти не от площадки чтобы ее выразить новый век а жанна агалакова в жизни какая она встречный вопрос мы познакомимся поближе узнаете ну не знаю какая но лучше спросить у кого-то кроме журналистики я очень люблю кино я очень люблю художественные фильмы документальные мне очень интересны я люблю путешествия но наверное это все любят я обожаю мою кошку у нас есть кошка вот даже не знаю работа очень много времени занимает знаете к сожалению считаю все меньше и меньше потому что печатные сми доступны они всегда в телефоне всегда есть какая-то новость или какое-то событие за развитием который хочется следить или нужно следить по работе и и к сожалению весь печатный размер времени уход объем времени уходит вот как раз на наслежение за новостями и на художественную литературу уже мало остается но я очень хотела почитать книгу зулейха открывает глаза и мне к счастью подарили эту книгу здесь и через четыре дня я буду лежать шесть дней на море я буду лежать с этой книгой а вот кстати про кино раз вы уже сказали люблю кино итальянское французское американское классическое советское вот какое предпочитаю ну ответа универсальный хорошее кино потому что есть блестящее совершенно американское кино в том числе и блокбастеры аватар чудесный фильм я люблю фильмы со спецэффектами обожаю их но я люблю и например белу таро потому что это но это совсем другое это как ну как жизнь знаете у нас есть праздники мы красиво одеваемся мы готовим угощение необыкновенные и если видеть только эту сторону жизни кажется что вся жизнь она такая ну конечно же нет кино это так мне кажется отражение нашей жизни скину праздник такие как аватар такие как не знаю что у нас со спецэффектами еще все все звездные войны я тоже их люблю очень смотреть а есть а есть жизнь и хочется в кино и часто ищешь ответы на вопросы которые тебя мучают или наоборот они помогают задаться вопросом по каким-то проблемам которые ты может быть прежде не замечал но стоило обратить на них внимание жанна у вас всегда был свой стиль я имею ввиду стиль подачи материала такие короткие предложения приправленные вкусностями как вы сейчас совершенствуете свой язык телевизионный знаете я когда-то давно поняла что телевизионный язык устная речь отличается от речи письменной письменной речи можно как толстой на пол страницы одно предложение потому что есть возможность вернуться перечитать какие-то блоки выделить в цитаты в телевизионном языке нет такой возможности поэтому я думаю что предложение в девять слов это максимум где причастный оборот лучше избегать потому что в жизни мы не говорим где причастными оборотами и вообще надо вот как по булату и куджаве каждый пишет как он дышит вот как дышите так и рассказывайте историю которую нужно рассказать в теле формате пожалуй так в тему о работе и времени говорят что у журналистов так получается что их круг общения ограничивается коллегами со временем да потому что большая часть времени все мы проводим на работе вот у вас как получилось если у вас люди там близки для вас из других сфер или все таки так же вот это все таки коллеги там вы дружишься с ними больше ну конечно большинство друзей моих это мои однокурсники которыми вместе заканчивала журфак но у меня есть много друзей и других совершенно профессии нью-йорк был богат на разных других людей там очень много приятелей творческих профессий фотографы художники художники философы но самые близкие мои люди вот моя школьная подруга она в не заканчивал университетов она вообще партниха я ее очень люблю мы с ней вместе с 6 класса и это очень ценно что она знает меня я знаю ее и несмотря на то что мы не с ней не говорим о кино не обсуждаем книги но она все равно близкий человек Здравствуйте Диана Шилова универ ТВ казанский федеральный вот вы поработали в москве в париже собственным корреспондентом на данный момент нью-йорке в чем заключается специфика работы за границей и в россии я не была корреспондентом почти в россии почти сразу стала ведущей поэтому не могу пожалуй вот здесь сказать но работать за границей интересно потому что нужно чужую и в общем часто незнакомую жизнь чужой уклад перевести на знакомый язык что-то попытаться объяснить я всегда выбирала когда у нас всегда была возможность то есть она всегда существует эта возможность какие-то темы нам заказывает москва но понятно когда визит президента или визит каких-то первых лиц государства за границу то эта тема конечно заказывается редакцией не мною придумывается и есть какие-то темы которые мы сами предлагаем как правило это бывают такие как называют мягкий кончик есть у нас такой сленг в редакции мягкий кончик то что в конце программы идет такой вот легкой развлекательной я всегда искала темы которые помогли бы моим соотечественникам увидеть что-то у соседей хорошее и по возможности перенять вот я считаю что миссии журналисты она в части отчасти в этом тоже заключается кроме того чтобы информировать мне кажется нужно еще рассказывать о хорошем нужно искать это хорошее и рассказывать о нем и показывать можно еще у меня вопроса к вам по поводу коль скоро уж мы в университете находимся про учителей немножко выводы я читал называли владимира владимирович поздно расвоим но одним из своих учителей вот чему главному может быть он вас научил в жизни или в профессии можете обозначить не совсем учитель мы с ним работали вместе я никогда как студентка у него не училась до человек космического обаяния необыкновенного вот это просто знаете как в кино ничего не сделал просто вошел просто вошел улыбнулся и все уже всех 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 купил чему у него научилась есть какие-то вещи наверное которые очень сложно сформулировать может быть может быть умению задавать вопросы потому что вопросов на самом деле в любом в любом каком-то в любой какой-то ситуации по большому счету немного что где когда все остальное детали когда разговариваешь с человеком но вот именно как сформулирован вопрос он рассказывал один эпизод однажды у него был разговор с американским журналистом и этот разговор был для для какой-то программы и человек задавал ему вопрос что-то по поводу его происхождения а вот на половину француз на половину еврей по отцу этот вопрос как-то вот этого коснулся и он стушевался отвечая на этот вопрос и его собеседник просто накрыла а почему то есть он он не ушел от этой темы виде что его собеседнику трудно говорить возможно или или он в некотором замешательстве но как профессионал он понял здесь интерес и надо надавить чтобы получить еще больший эффект надо же тоже понимать это же картинка и эта картинка передает увеличивает часто то что мы думаем то что мы не говорим но у нас есть глазах есть в жестах есть в позе есть еще в чем-то нужно надавить чуть посильней получить больше эффект и проявить эту тему чак может вербально и и не проговорить но вот этим самым стушевыванием этой с этим смущением этой некой неловкостью он ответит гораздо больше чем скажет словами но это уже искусство так сказать интервьюера публичного интервьюера не просто искусство разговора для печатных смеет немножко по-другому и по-другому транслируется затем в тексте по-другому нужно другими инструментами пользоваться чтобы это прописать в тексте в теле журналистики вот надо надо понимать какой момент надо нажать где-то уйти и я конечно глядя на него училась вот это его вот этого его искусство в его варианте это искусство конечно его дам еще один вопрос от меня и мы все равно вернемся к вашей семье от работы такие горки у нас немножко американские в разговоре сегодня у вас международная семья скажите пожалуйста существует ли такая проблема как переходный возраст вашей семье с вашим с вашей дочкой или это такая только русская история и если она есть то каким образом вы ее решаете и немножко расскажите своей дочери если у нее какие-то планы и какие они на будущее спасибо я думаю да может быть переходный возраст это не имеет никакого отношения не география не к национальности это общечеловеческая ступень развития но конечно 14 лет переходный возраст но у нас гладко мы друг друга любим у нас все хорошо все остальное расскажет она сама но вы смутили ее совсем до аличи и это русская версия имени итальянская версия имени алиса я могу рассказать немножко про тебя чуть-чуть спасибо она родилась в риме в первые три года прожила в москве потом со мной в париже теперь живет в нью-йорке поскольку в школу она пошла во французскую это мы решили продолжить французское образование в нью-йорке она ходит тоже французскую школу алича говорит по-русски по-французски по-итальянски по-английски и учит какой-то язык у тебя что-то пропустила да и учат китайский язык и я ее гоняю за китайский язык потому что китайский язык у нас пока идет трудно но считаю что должен идти очень хорошо если жизнь не подбросит возможность учить еще какой-то язык два или больше я буду только рада и я думаю что у вас здесь в татарстане потрясающая данная возможность самим богом говорить на двух языках и не воспользоваться ею было бы просто глупо неважно какой национальности вы принадлежите чисто русские у вас корни или или исключительно татарские иметь возможность говорить на двух языках это как знаете китайцы говорят один язык одна жизнь два языка это две жизни здравствуйте жанна артур клименти в выпускник в школу журналистики вот вопрос к теме о том что вам приходится говорить не с выточку зрения а точку зрения вашего канала все прекрасно знаем о том что федеральные каналы порой замалчивают некоторые события которые происходят у нас в россии допустим недавние недавние митинги если у вас когда вы что-то говорите что что вы не думаете внутренняя борьба и как вы с ней справляетесь конечно есть внутренняя борьба но митинги в россии я не освещаю как пример привел вот что именно вот как вы справляете когда вашей теме что такое происходит я уже отвечала на этот вопрос я подбираю такие слова за которыми не было бы меньше всего стыдно конечно внутри да я с большой неохотой делаю такую работу но повторюсь если я работаю на этом канале я соблюдаю корпоративную культуру мне кажется что это необходимо но то есть это условия профессии вы работаете на вашего работодателя значит вы принимаете условия его игры даже если вы с чем-то не согласны существует и же много рычагов есть экономические рычаги не так много у нас свободных мест в независимой журналистике сейчас и я не думаю что нужно всем скопом бросить федеральные каналы и метнуться сразу же в независимую журналистику во-первых не хватит там всем мест во вторых это просто невозможно это невозможно и лучше хорошо делать свою работу там где то есть я стараюсь и делать хорошо хотя понимаю что есть очень много компромиссов но мне кажется лучше это буду делать и я этот компромисс чем кто-то бескомпромиссный и бездумный будет на моем месте это кажется у меня вопрос мы говорили про вашу работу на первом канале но очень затрагивали работу на телеканале нтв вас называют иконы и символом золотой эпохи нтв хотелось бы узнать взаимодействуете ли вы с этим каналом смотрите вы его или нет и какое ваше мнение по поводу их работы сейчас я не взаимодействую с этим каналом никак поскольку работаю на первом канале смотрю я только американскую версию нтв есть такой канал нтв америка который вещает только на территории америки они повторяют иногда но не иногда у них есть в сетке новости федеральные общероссийские иногда я их смотрю но они дают их в переработанном виде то есть со своим ведущим со своими подводками с коллегами с нтв которые работают которые работали и в париже с вадимом с вадимом грузкером и те которые работают сейчас в нью-йорке где я нахожусь с алексеем веселовским и в замечательных приятельских отношениях очень хороших помогаем друг другу с вадиком вообще друзья с грузкером с каналом но это не мой работодатель я не могу сказать я не я не вижу его я читала что он очень такой ориентированный на желтые на желтые как сказать простите теряю иногда русские слова на на ножом она вот на все эти детективы на какие-то на криминал вот на это все я читала это но я не видела и поэтому я нет комментариев увы пока все да показал думает я вернусь к началу разговора вы значит сказали что заканчивали газетную тоже так называется газетный отделение отделение журфака мгу вот по поводу газет ваше мнение ваш взгляд вы видите как по миру развиваются новые медиа что в россии происходит очевидно знаете с вашей точки зрения какое все-таки у них у печатных медиа будущее что там видно вот из того что делают наши коллеги говорят и прогнозируют в том числе и в соединенных штатах европе ну конечно развитие новых медиа это в первую очередь как бы развитие удобства для человека когда у тебя все газеты вот в твоем телефоне ты можешь любой момент их посмотреть пролистать это очень удобно может быть это мой консерватизм может быть это может быть я часть группы людей которые думают также как и я мне например удобнее читать держать в руках газету мне удобно мне интересно листать я чувствую этот запах он мне нравится люблю перелистывать страницы читать заголовки пролистывать дальше но я уже не могу обходиться и без электронных сми поэтому я думаю что газеты будут оставаться вот для богатых людей которые любят листать электронные сми это будет средство для всех это кажется спасибо и сразу да сейчас секунду сразу отсюда вопрос мы же электронные сми вот как раз логика есть как складывается ваша дружба ваши отношения вот с теми новыми медиа которые мы называем социальные сети мессенджер очень хорошо замечательно но я не зависаю на страничках друзей которые выкладывают там своих детей или что они съели сегодня меня интересует конечно в первую очередь для меня это рабочий инструмент в социальных сетях очень много дополнительной информации которые вам события опишет со всех сторон и так и эдак и всякий частный взгляд и и и и даст даже общую картину это инструмент это инструмент для журналисты я считаю это замечательный инструмент а вы порой я оттуда нахожу даже источник информации повод для сюжета вот есть такая группа в фейсбуке те кто живет в америке и я однажды увидел там объявление о том что один режиссер ищет русско-говорящую актрису для озвучания фильма короткометражного фильма о русском пилоте аси о женщине и имя стало интересно как здорово подумал я вообще американец снимает про русского пилота аса я списалась с ним зовут его дэниэл рэрити так и так я журналистка вот хотел бы снять тебе репортаж меня тронуло что тебе интересно а он хотел вернее он снимал фильм о ночных ведьмах это было единственное единственная эскадрилья женская абсолютно которая летала по ночам практически на швейных машинках потому что на таких самолетах никто больше не летал у них не было никакой защиты от противовоздушных средств и в общем это было уникальность совершенно вот полк женский который прошел всю войну и даже есть еще одна женщина живет в узбекистане она была правда не пилотом но на земле работала но она еще жива то есть вот из этого полка пока кто-то остался и вот его вдохновила эта история он снял крык метражку 5 минут и сказал женщинам хотел чтобы русский голос звучал мне стало интересно связалась и он не отвечать да вот я мне так это все здорово интересно давай я говорю ну вот как хорошо может быть ты мне даже знать когда ты найдешь актрису тогда мы значит встретимся и снимем он говорит а ты в новой зеландии и оказалось что он в новой зеландии эта история потрясла меня еще больше до новой зеландии от от места где хошли бои 13 тысяч километров то есть где-то 13 тысяч километров какой-то молодой человек снимает кино на свои деньги а он потратил по моему полтора доллара потому что когда он рассказывал владельцу а там был on 2 по моему которым он которого не он его одолжил для съемок когда владелец узнал что хочет с этим самолетом сделать этот юный режиссер молодой режиссер он он позволил ему сделать все бесплатно и актриса снималась у него бесплатно и в общем все он потратил эти полтора доллара только на чипсы и на прохладительные напитки съемочной группе и меня тем более это вдохновило как это здорово но оказалось что за этой истории за ней стоит еще больше чем мне удалось рассказать этот парень просто водитель он он хлеб развозит но всю жизнь мечтал быть режиссером и он дома своим двум ребятишкам снимает какие-то дурацкие смешные домашние home видео накладывает спецэффекты и тут решил замахнуться а ему очень нравится самолеты то есть он в детстве мечтал быть или режиссером или пилотом он мог бы стать и тем и другим если бы у него было достаточно смелости будьте смелыми умоляю вас и он стал всего лишь водителем грузовика но он все равно снял этот фильм причем снимал в очень трудных условиях у него жена больна раком когда он снимал у него как раз была операция ей удалили грудь и и все равно он это сделал и все он очень он очень позитивный человек меня вдохновила даже в этом его история как вот человек имеющий столько как бы противопоказаний заниматься чем-то вот таким но тем не менее он это делает и и вот и мы с ним теперь друзья он собирается снимать еще один фильм и тоже про русских пилотов и это здорово есть новой зеландии такой дэниэл в рэрити который нет а не предлагал в истории из продолжения он нашел девушку она с украины и когда он ей прислал сценарий она прочитала и даже вздрогнула потому что она из города александрия украинского а там последние годы своей жизни провела одна из вот этих ночных ведьм и конечно когда она ходила в школу эта девочка эта актриса она ходила в музее их всех возили то есть она все это знал и даже больше того и и бабушка была большой подругой с дочерью этой самой под ночной ведьмой которая жила в этом городке так что для нее это была тоже личная история то есть как-то все так сплелось и нью-йорк где-то озвучивала на телефон и отправляла через интернет эту эту на эту озвучку и и и мальчиков на другом краю земли и место где погибла его героиня у него была там катя буданова главная героиня реальная ночная ведьма вот как-то это все так было все так связано в мире то удивительно стоит только начать копать у нас потрясающая работа с вами слушайте я иногда просто сама себе не верю заходишь за кулисы метрополитен опера и ты думаешь боже мой я могу я могу стоять на сцене тихонечко смотреть как они и это потрясающе потому что спектакль из-за кулис это еще интереснее чем спектакль который ты видишь в зале мы можем бывать в таких местах куда обычного человека не пустят мы разговариваем с лучшими людьми или наоборот с худшими людьми но мы имеем к нему доступ у нас потрясающая работа я долго не могла догадаться что именно журналистика то что мне нравится та профессия куда можно вместить и архитектуру и исследователя кем я тоже хотела быть и музыканта и и переводчика и кого угодно она вмещает в себя все нам повезло вопрос как раз об этом обо всем обобщенно вот вы сказали что вы три дня готовились к своему первому съемки сейчас как вот понятно что в останкино идет текучка и люди не вникают абсолютно ну чуть-чуть совсем в казани я знаю как работает корпунг я здесь техник водитель корпунка первого канала передвижной станции спутниковой связи тоже любит вот бросился и пускай водителем но в телевидении мне это очень нравится здесь тема когда возникает все равно ну какое-то идет вникание в нее но темы разные у вас вы сказали что бантики в основном как да получается нет не в основном бантики это когда мы выбираем темы для для чего-то да они к сожалению скатываются вопрос о том сколько идет подготовка насколько вы углубляетесь вот вам не нравится автосалон но вы читаете про это конечно насколько глубоко и как глубоко и что еще за я учусь я держу эти слова которые которые я просто даже не знаю вот все эти кишочки я правда их тут же слава богу на хорошая память одномоментная то есть я держу эту информацию неделю в голове потом она смывается замещается другой поэтому не спрашивайте меня сейчас подробности про автосалон но когда я знаю что у меня завтра или послезавтра или после послезавтра автосалон я уже сажусь и начинаю смотреть потому что и специализированные сми которые рассказывают об этом подробно профессионально с большой любовью и я пытаюсь заразиться вот этим чувством и конечно необходимую базовую информацию я беру оттуда и мне бывает очень стыдно к счастью я не припомню еще пока такого случая когда вот у меня был бы какой-то ляп потому что я не подготовилась или потому что я говорю о чем-то не зная этого нет готовиться нужно всегда у меня вы знаете всегда вот пример один большой телевизионный начальник очень большой телевизионный начальник рассказывал своим первым журналистском опыте ему дали задание снять сюжет про выставку метеорологии и он сидел ночь прочитал все про метеорологию он был уверен что он знает об этом все пришел на выставку оказалось что это выставка метеорологии вот так что подготовку нужно начинать еще оказывается раньше просто поняв что собственно мы едем снимать иногда к сожалению ситуация не позволяет вникнуть вглубь но как правило такая ситуация и не предполагает очень глубокой подготовки потому что это обычно бывает события которые происходят здесь и сейчас как правило какие-нибудь драматические или трагические взрыв крушение обрушение гибель или еще что-то но если это например кончина какого-то общественного или политического деятеля у нас нужно держать в голове конечно хотя бы основные какие-то вещи но слава богу сейчас есть вот эта маленькая коробочка в которой все можно найти набрав нужную информацию это большая большая подпора я даже не представляю как работали раньше но раньше телевидение работало гораздо проще я знаю что корпункты они просто раз в неделю посылали кассету аэрофлотом на базу туда и рассказываю даже анекдоты по этому поводу был корпункт почти в каждой стране поскольку был тогда 50 лет назад 40 лет назад существовала визовая проблема европе сейчас такой нет если у тебя есть виза например там французская то ты можешь покрывать события и в бельгии и в португалии и в италии шенгенская зона дает большие возможности а тогда были почти в каждой стране и вот канадский сапкур выдавал сюжет раз в год это был день лесника праздник лесника и один очень въедливый редактор решил сверить этот год этот день лесника в этом году с прошлогодним и он не нашел отличий и это был последний рабочий день у этого сапкора но то есть работать еще подавать один сюжет в год этот прошлогодний конечно это было стыдно до готовится надо готовиться надо иначе 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 весь смысл нашей работы теряется как мы можем иногда даже какие-то базовые нужно дать данные в материале чтобы просто напомнить канву событий что предшествовало какие прогнозы необходимо готовиться иначе никак спасибо вот так почти незаметно час прошел поэтому завершая все-таки несколько вопросов не удержусь сколько микрофон у меня в руках чего не не использовать это шанс гендерную тему чуть-чуть я продолжу даже глядя на этот зал глядя на экран сегодня аналитические программы сапкора за рубежом в горячих точках то есть в разных типах медиа и самых разных вариациях в основном женщины как так случилось профессии действительно становится женской по определению уже по факту да и почему мужчины не выносят этого не выдерживает ритма не удерживает в голове современные столько сколько женщины как так случилось но нет я не думаю что мужчина что-то не выдерживает и не выносит вовсе нет хотя тенденция такая да очень кстати характерная вот у нас совсем недавно заступила на пост юля ольховская на на курпункт в вашингтоне как и я который все время была первым корреспондентом женщины которые отправили за за границу международником можно листом международником вообще с советских времен никого не было я оказалась 1 ну и потом очень много сейчас стало а сейчас почти все на мне кажется женщины в китае у нас в пекине тоже лена чайка где еще во франции спасибо даяна подзюбан да действительно почему не знаю ну я не знаю может быть это ответ всем феминисткам и феминистам у нас равноправие женщины имеет такие же возможности как и мужчины в советские времена это было исключительно мужская прерогатива и потом конечно очень сложно на самом деле вот конечно половой вопрос гендерный вопрос здесь важный момент я поехала в париж с обкором когда моей дочери было три года и мой муж в тот момент не был в париже он работал в германии я была такая мать-одиночка к тому же с ребенком на руках там с частью схема позволяет иметь приглашать из россии няню которая бы проживала со мной я воспользовалась этой схемой но вот я подумала что другая бы на моем месте вот как например сейчас я на подзюбан который работает в париже и и мальчику 4 или 5 уже год и ее супруг является ее оператором оператором первого канала то есть если едет в командировку она то соответственно едет в командировку и он и и и и маленький их малыш остается получается один то есть она огромные деньги тратит на няню и это огромных сил есть стоит стоит я помню я попала в пересменку моих нянь одна уехала вторая еще не приехала и тут случилось происшествие дело было во франции русская мама украла у своего французского папы их общего ребенка и увезла в россию и был как раз слушание в суде по этому поводу нужно было ехать за 200 километров у меня не они нет ребенка оставить не с кем а лечить 4 года и и я поехала с ней и украденной девочки тоже было четыре года и я помню все корреспонденты попросили можем ли мы снять со спины вашего ребенка чтобы это был такой образ украденной девочки я думаю что если бы я не была журналистки я бы сказал нет но я понимала что им нужна эта картинка равно как и мне она была нужна и я конечно сказала да поэтому конечно женщинам там сложнее но просто потому что женщина она еще и мать и если ребенок на руках это сложнее но совсем не невозможно почему профессия становится более женской ну не знаю мы любим поговорить я вот уже сколько разговаривать целый час без остановки не знала про такую страницу ее биографии что она была телезвездой просто да в какой-то момент я хочу простить хочу сказать что надеюсь что мужчины в это время занимается хорошим делом вы знаете у нас еще большинство коллег такой вот вопрос вы как насчет сэлфи как сэлфи вообще относитесь потому что у многих планы сейчас собственно с вами сфотографирую ну конечно конечно я с удовольствием сфотографируя со всеми сэлфи даже сама иногда делаю выкладываю в инстаграме казани сделаю обязательно одни как сказали сразу скажите что мы быстренько все заходи об жанна галакова зи эйч 1 зи эйч и по моему тире внизу мы сразу найдем спасибо вам большое за последовало большие спасибо доброго и Субтитры подогнал «Симон»